Ну, как молодая мама, могу сказать, что за сыном бегая, иногда и не так залезешь и заберешься. Такие горы иногда приходится преодолевать. Ну, а сейчас предлагаю нам с вами отвлечься уже от таких спортивных вещей и перейти к музыкальным, к вещам музыкальным. Мы любим давать вам какие-то музыкальные номера, прямо сейчас это и сделаем. Пришла весена, мы встретились с тобою, ты мой молод был, а я еще у дитя. И в двух сердцах открылась наша тайна, и мы, мы влюбились, крепко не шутя. Ты мой молодой была, я красой сияла, и твой думала, что вечно будешь мой. Но все прошло, краса моя увяла, ты мой разлюбил и стал совсем чужой. Боже мой, что делает привычка, без двой двух вещей прожить я не смогла. Без милого я таю словно свечка, а без любви я вену, как трава. Ой, Сергей, пойдем, пойдем скорее. Нет, я думаю, нужно прям хлопать. Саша, давайте будем аплодировать нашим гостям, расположимся поудобнее. Спасибо. Спасибо большое. Это было вообще... Вы на правильный телеканал пришли со своим творчеством. Да, мы прям вспомнили, вспомнили, когда смотрели ваше выступление, вот этот «Сейчас спою», вот эта знаменитая фраза, и прям сразу же такое интересное настроение. Мы должны были вокалом, кстати, ответить. Итак, «Орженицы», да, фольклорный ансамбль. В гостях у нас также сегодня Андрей Носков, заведующий отделом любительского творчества Центра культурных инициатив. Вот такие у нас интересные гости. Доброе утро. Доброе утро. Как с утра поется? Нормально? Или неважно, утром, вечером? Тяжеловато. Но ничего страшного. Так, ну что, я немножко скажу, почему именно такой формат. 8 июня, это, кстати, уже очень скоро, в Центральном парке Красноярска пройдет краевой фестиваль традиционного и современного творчества «Сибирь мастеровая». Ну, собственно, об этом и хотелось бы поговорить. Что за фестиваль? Да. Что интересного будет? В рамках данного фестиваля лучшие мастера со всего Красноярского края будут представлять свои ручные работы, изделия, сувениры, также пройдут народные гуляния. Интерактивные площадки разного направления будут работать, как детские, так и взрослые, казачьи забавы, фотосессии. Площадь художников будет работать, путешественников. Очень разные интерактивные площадки. Любой на свой вкус что-то найдет обязательно. И в рамках фестиваля пройдет 9-часовая концертная программа, куда мы... Ну, в смысле, это будет разбито на дни, да? Нет, нет, нет. Это в 12 начинаем и в 9 завершаем. То есть это очень яркие, сильнейшие коллективы буквально со всего Красноярского края приезжают к нам. Здесь будут представлены и русские народные, хореография, вокал, стилизованные, этнические направления, интересные. Вот завершат программу и новые направления. Также любители настоящего фольклора могут насладиться пением. Вот ярчайший представитель нашего фольклора – это ансамбль «Ржаница». Исполняют также и песни, и интерактив проведут. Прекрасные девчонки это умеют. Будет весело. Хорошо, а говоря о интерактивных площадках, о каких-то, я так понимаю, умельцах, которые у вас будут присутствовать, это будут профессионалы, которые смогут научить тому или иному своему ремеслу. Научить и не просто научить. Люди смогут купить какие-то эксклюзивные вещи, которые, например, в дальних районах, в дальних территориях их посетить очень сложно и невозможно для некоторых по тем или иным причинам. А сюда мастера приезжают, показывают, рассказывают, и можно будет купить какой-то эксклюзив. А вот, говоря о эксклюзивах, будет ли какая-то вот что-то необычное, что на сей раз, например, подготовили, или все оно такое? Ну, может, просто для себя что-то отметили, там, не знаю, какие-то невероятные изделия из кожи или еще какую-то новую, нового умельца для себя. Скажем так, что касается именно ремесленников, это наш отдел ремесел профессионально этим занимается, здесь каждый год охват увеличивается. И по опыту тех прошлых годов, скажу, что самые невероятные изделия и из слоновой кости изделия, и, ну, береста, естественно, из каких-то материалов, таких необычных камней, то есть это не просто какие-то сувениры-подделки, да? Хотелось спросить, какой по счету фестиваль? Так, это у нас пятый был в прошлом году, шестой, шестой фестиваль, и с каждым годом он набирает обороты. То есть, если раньше это мы начинали проводить на площадке Центра культурных инициатив, ползунова 13 на улице, огораживали улицу, там проводили внутри Центра, то уже в позапрошлом году мы поняли, что мастеров становится все больше и больше, причем профессиональных мастеров других регионов, специалистов, и уже наша площадка маловато, мы вышли на остров, а потом в парк Горького. Вот в парке Горького мы занимаем практически всю площадку, представляете, да сколько мастеров приезжает? Интерактив работает, опять же, чтобы было интересно людям. И если еще раз скажу по концертной программе, то есть с 12 до 9 вечера мы будем развлекать людей. Это и коллективы сильнейшие, этнические, со всего края, красноярские, конечно, коллективы, ну и краевые. Это район, Ачинские сильные коллективы будут представлять. Это все мы профессионалы или будут возможно какие-то вкрапления из самодеятельности, скажем, о чем? Вы знаете, профессионалы, самодеятельности, но некоторые представители самодеятельности могут еще фору профессионалам. Это безусловно, да. Да, то есть в любом случае мы отбираем сильные коллективы, это не будут такие, знаете, можно мы примем участие, нет, мы приглашаем лучших. Отправьте ДМ-ку, пожалуйста, я порвал. Да, 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 да. То есть здесь обычно как стереотип, кто-то из Москвы к нам приезжает, да, надо бы сходить. Нет, на самом деле в Красноярском крае, поверьте, вот по опыту прошлых лет мы наблюдали очень много очень сильных и интересных коллективов, которые где-то стилизацию, да, кто-то вот в чистом виде русское народное не совсем привык к молодежи, да, то есть стилизацию дают интересную, уже начинает как бы завлекать. Есть, повторюсь, может, фольклорное направление, оно, девушки, кстати, профессионалы, профессионалки это студентки нашего колледжа, вот, ну и фольклорный ансамбль на жениться, да, они на профессиональном уровне фольклор исполняют. Мне кажется, надо что-нибудь у девушек спросить, потому что они вот, все, вот как выступали, пели, и вот... В любом случае, 8 июня каждый для себя найдет что-то очень интересное, либо в творческом плане, либо какое-то украшение подарки, также интерактив и концертную программу украсит еще выставка Боярни Морозова, то есть это коллекция одежды, тоже отдела Центра культурных инициатив, очень интересно будет. Итак, друзья, 8 июня в парке Горького, там все будет происходить. Все. Ко скольки подтягиваются? 12.00, открытие фестиваля, 9 вечера, закрытие, и с 12 до 9 все будет просто шикарно. Прекрасно. Главное, чтобы еще и погода не подвела, но сперва представим наших гостей. Да, с большим удовольствием. Андрей Носков, заведующий отделом любительского творчества Центра культурных инициатив и, собственно, фольклорный ансамбль, и низкий вам поклон. Большое спасибо за выступление. На интерактив обязательно придем и посмотрим. Жениться, так называется коллектив. Спасибо большое. Ну, давай, наверное, правильный поклон и сделаем, по-старо-русски, так сказать. Вот так? Ну, конечно. Мы тоже должны получать. Это правильно было? Ну, да, как-то таким вот образом все происходило обычно. А тем временем, друзья, уже готов появиться на ваших экранах Антон Пятайки на все почему, что 8-го числа мы пожелаем нашим гостям только настоящая жара, а если вдруг вам станет слишком жарко и вы захотите остудиться, то, например, поможет мороженое, а еще лучше, если будет эскимо.